Председательствующий на совещании глава курорта Сергей Сергеев отметил, что вопросы патриотизма и межнациональных отношений имеют первостепенное значение. Если у нас не будет мира и согласия в нашем доме, а Анапа – это наш дом, в котором мы живем, в котором трудимся, и хотим, чтобы он был, кроме того, что чистым и уютным, еще и безопасным во всех отношениях, в том числе и на межнациональных отношениях. Ту политику, которую проводит руководимая мною администрация в течение без малого года, подтверждает то, что для нас, для сотрудников администрации, для руководства администрации. Национальность имеет значение в плане того, что человек сохраняет свои культурные традиции, сохраняет свой язык и еще многое-многое, что присуще национальностям, которые живут в мире и согласии на нашей территории. Председатель общественного совета депутат ЗСК Николай Иванюшкин рассказал о реализации партийного проекта «Анапа. Город воинской славы. Историческая память». Ежегодно в городе-курорте проходит более двух тысяч мероприятий патриотической тематики. Одно из главных направлений молодежной политики в регионе – формирование духовных и нравственных ценностей, на что направлена деятельность Центра патриотического воспитания молодежи «Радмир». Популяризация идей патриотизма способствует созданию музеев и комнат боевой славы. Таким примером является музей в школе номер 15 Станицы Гостогаевской. Приятно был удивлен, скажу вам, огромным объемом материала, который собран педагогами, детьми. Там дети – постоянные участники различных мероприятий. А стенды и экскурсоводы рассказывают об истории Станицы, ее героическом прошлом. Председатель Совета ветеранов Станицы Анапской Эдуард Мавьян рассказал о шести памятниках военной истории, расположенных в Анапском сельском округе. Комиссия Законодательного собрания Краснодарского края высоко оценила их состояние. Мы стараемся, чтобы наши памятники были всегда ухоженными. Это результат работы наших шерствующих образовательных учреждений. По инициативе Совета ветеранов с поддержкой депутатов Совета отделения Центра армянско-национальной культуры Анапского станичного казачьего общества в этом году 9 мая была открыта памятная плита, на которой увековечены названия семи соединений воинских частей, освобождавших Станицу и Хотора в сентябре 1943 года. Заместитель главы Людмила Мурашова доложил об основных направлениях патриотической деятельности, проводимой администрацией города. Совместно с отделом военного комиссариата Краснодарского края в 2014 году проведена паспортизация воинских захоронений, которые связаны с Великой Отечественной войной. На каждое воинское захоронение сегодня составлена учетная карта. Составлены списки захороненных братских одиночных могил, расположенных на территории Анапы. В мае на объекты военной истории, которые относятся к культурному наследию России, установлены информационные таблицы. Возвращаясь к вопросу межнациональных отношений, участники совещания оказались единогласны в том, что всем нам, независимо от национальности, необходимо лучше знать и уважать обычаи и традиции друг друга. Чаще общаться, приглашать на народные праздники. Это залог мира и дальнейшего развития нашего города-курорта.